Нефть предпринимает попытки восстановления после вчерашнего падения. Факторы давления на рынке энергоносителей пока остаются. Рубль начал сессию в символическом минусе по отношению к доллару. Дальнейшее направление в пары должен задать внешний фон, где наблюдаются проблески позитива. Нефть начала неделю со слабых результатов. Продавцам несложно было протолкнуть котировку Brent в диапазон 40-41 доллара за баррель. Это в том числе связано с рыночными опасениями относительно падающего спроса. Из-за коронавирусных ограничений потребность в энергоносителях, как ожидается, останется подавленной. Между тем основной движущей силой на рынке нефти с фундаментальной точки зрения выступают другие факторы. Это наращивание производства в Ливии и продолжающийся рост буровых установок в США. Если стоимости нефти по 40 долларов за баррель вполне достаточно для увеличения добычи в США, то ОПЕК Плюс сейчас находится перед сложным выбором – снизить добычу, чтобы сохранить цены, или увеличить, чтобы уберечь долю рынка. В рамках нового соглашения больше внимания может быть уделено именно сохранению доли рынка. При таком сценарии цены на нефть останутся относительно низкими еще долгое время. По итогам вчерашней сессии Brent потеряла 2,8% стоимости, а цена WTI рухнула на 3%. Сегодня цены начали корректироваться вверх. Возможно, некоторые улучшения настроений связаны с позитивными заявлениями генерального секретаря ОПЕК. По оценкам картеля, самое тяжелое время для нефтерынка осталось позади. Декабрьский фьючерс на Brent в начале сессии дорожал на 0,6%. Покупателям в моменте удалось пробить отметку 41 доллар за баррель. Аналогичную динамику показывала американская сырая нефть. Ближайший контракт по-прежнему оценивался ниже 39 долларов за баррель. В течение сегодняшнего дня серьезных изменений на рынке энергоносителей не ожидается. Котировка Brent может перейти в диапазон 41-42 доллара за баррель. Однако при усилении всеобщего негатива есть риск снижения котировки до 39 долларов за баррель. Ориентированные на экспорт сырья валюты тяготеют к росту с учетом попыток восстановления цен на нефть. Рубль в начале дня торговался преимущественно в боковике, удерживая ранее набранные позиции по отношению к доллару. Против россиянина играет прохождение пика налоговых выплат в стране. В качестве раздражителя для рублевых активов может выступать внешнеполитический фактор. После сообщений о российском авиаударе в Сирии по лагерю исламистов, поддерживаемых турецкими властями, появились риски ухудшения отношений между Россией и Турцией. В целом рубль держится достаточно уверенно. Массового выхода инвесторов из ОФЗ вчера не наблюдалось. Локальной поддержкой выступают валютные интервенции Центробанка. К тому же сегодня отмечается осторожный рост аппетита к риску. У рубля есть предпосылки для дальнейшего укрепления. Первой целью роста является отметка 75 за доллар. Доллар вполне может опуститься ниже 76 рублей. Это скорее будет похоже на кратковременный импульс. Американец быстро вернется в коридор 76-77 рублей за доллар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова